В октагон выходят Алим Сулейманов по прозвищу Халк из Алма-Ате, команда Намыс и Мактебек Акаю Мамасалиев. Алим Халк Сулейманов против Макты Бека Мамасалиева. Но на ваших экранах статистические выкладки, антропометрия. Чемпионом Кыргызстана по боям без правил и победителем международного турнира Алаш Прайд МС Бахадур. Победитель международного турнира по ММА Алаш Прайд Селекшн имеет рекорд ММА, две победы, одно поражение, ноль ничей. Мы к тебе Акаю Мамасалиев! Бойцы в середине! Ребята, внимательно слушаем мою команду. После команды стоп не работает. Затылок, позвоночный столб не бьем. Сетку, шорты не хватает. Все ясно? Уважаем руки. Удачи! Бау-ка! Ярко выраженная борцовская база у Алима Сулейманова, джиу-джитсу, грэплинг и прозвище Халк, что наводит на определенные аналогии с другим Халком. Это российский боец Али Багов. Правда, конечно, дивизионы весовые несколько разные. Да, и послужной список у Али Багова в смешанных единоборствах. Ну, это, мягко говоря, куда более впечатляющий. Итак, первый раунд. Сразу идет вперед с тяжелым лоу-киком Алим Сулейманов отдает шею и пытает, подхватывает и проводит тейкдаун Алим Сулейманов. Какие плотные тяжелые удары у алматинского бойца. Так что здесь будет правильнее говорить про Алима Сулейманова, как про бойца команды на мыс. Очень в непростой ситуации оказался сейчас Мактебек Мамасалиев. Еще один увесистый удар сверху в исполнении Алима Сулейманова мы наблюдаем. И сейчас, судя по всему, залезет в маунт Алим Сулейманов. И практически не контратакует Мактебек Мамасалиев. Не пытается сделать свип. Но, с другой стороны, удается все-таки спихнуть за счет работы ног своего оппонента на непродолжительное время Мактебеку Мамасалиеву. Снова сверху Алим Сулейманов. Ну вот, наконец-то удалось Мамасалиеву огрызнуться. Но счастье было недолгим. Снова начинает наращивать свое преимущество Алим Сулейманов. По прозвищу Халк, можно сказать, пытается рвать и метать. Забрался в маунт. Сыпет увесистыми молотками сверху. Алим Сулейманов. Да. Говорят Алиму, не надо уходить из маунта. Но уже успел. Успел уйти из маунта. И сейчас снова попытка тейкдауна была от Алима Сулейманова. Но отзащищался. Мамасалиев. Да, и получил замечание. Еще чуть-чуть и получит желтую карточку. Если будет действовать так же Мактебек Мамасалиев. А желтая карточка вполне может оказаться решающим при определенных раскладах. Буквально вот... Ох ты! Вот это выход! Вот это контратака! Потрясающе! Что сейчас... Что сейчас показал? Как же все-таки разозлился Мактебек Мамасалиев. Казалось бы, ничто его уже не спасет. По крайней мере, в первом раунде. И вот изловчился и провел хорошую серию. Хорошую ударную комбинацию. Мактебек Мамасалиев по прозвищу Акаю. Да, рано расслабился Алим Сулейманов. И поплатился. Это нокаут, друзья. Так вот, говорил я о желтой карточке. О том, какую роль может оказать желтая карточка. Я думаю, многие из вас видели финал. Точнее, бой за пояс временного чемпиона на нашем канале Лиги Сибири. И вот тогда при равном исходе в бою между Петром Яном и Магомедом Магомедовым. Абсолютно равном поединке. И судьи решили, вынесли вердикт в пользу Магомеда Магомедова, так как у Петра Яна была желтая карточка. Вот так вот, друзья. Но Мактебеку Мамасалиеву никакой желтой карточки не показали в итоге. И как результат мы видим блистательную победу нокаутом. В этом бою, во втором раунде, прошу прощения, в первом раунде на времени 2 минуты 52 секунды нокаутом одержал победу Мактебек Акаю Мамасалиев. Маляя! Маляя! Маляя!